Тебя Христе Божий наш, яко насытился на земле Твоих благ, нерешен из небесного Твоего Царствия. Но яко последнего учеников Ты пришел, если спаси, мир дай я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Цвей Цыну и Святого Духа, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвом Пречистоте Матери всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божьей милостью будь негрешен, и создав мне, Господи, помилуй меня. Вечеславец и грешил, Господи, прости меня негрешен, помилуй и благослови. Спаси Христос. Слава Христос. Слава Христос. Кто садился за стол, ничего не сказал, тебя совесть не мучила, ничего? Хорошо поел, аппетит есть, да? И сказать ничего не хочешь? Я сказала, спасибо Христос. Я сказал. Он говорит, что благодарил. Какие-то нарушения у тебя были уже днем. Вот как проснулся до сего часа. Я делал замещания какие-то тебе. Исправился, не исправился. Ну как на душе-то? Если ты не по совести, у тебя пища не будет приниматься как должно. Тут вот что еще. Мы забываем просто об этом. Я тебя уже вижу перед обедом домой. Ты будешь говорить. Еще нет. Спокойно сел за стол вес. То есть совесть не тревожит. А вот здесь я сейчас брал книжечку, считал. Вы ее считайте, а не эти кубики перебирайте. Там ничего нету. Полная исповедь. Про Теревей Василий Михайловский. Дореволюционный. Тебе ее не прочитать. И вы считать не будете. Десятисловие. Заповедим блаженство. И разговор идет. Умный человек. Многократно переиздавали. Кто прочитал эту книжечку? Какую маленькую? Это не 22-й том или Библию. И она лежит. Она вам не нужна. Мразы там какие-то игры придумывать. И что-то рисовать. Прочитать. Ничем не заниматься. Прочитайте. Чтобы совесть пробудить. Значит ничего у тебя не было нарушений. Я уж не говорю о том, что когда я вчера сделал, веревочки вести, чтобы втроем где-то. Ты идешь, а веревочки прогнулись. Вот так вот, тащатся. Это значит, ты совершенно не тянешь. Так, когда ты давишь тележку, то нельзя понять. А тут-то видно. Ты идешь, веревочка привязана. Но если ты тянешь, то она натянута будет. Ну тут понятно. А она болтается просто так идет. Это вообще веревку распустило. Дядя Малышик не запутался. Это не по совести. Везете груз, через воду. Почему так вез? Это пришли. Я стою там, раньше приехал на велосипеде. Гляжу, ты так и идешь. А веревочка вот так у тебя до пола, до земли. И ты идешь так. А Володя упирается. Тебя совесть почему не мучает? Ты же на хребетник, на него сел. Второе. Я после работы, после обеда, вяжу время есть. Взял самый большой топор, ножовку. И когда подъезжаешь к храму с той стороны, там наросли молодая поросль ива. И его не видать в храма. Я решил все это вырубить. Но там есть деревья, которые прямо из воды. Я не могу их достать. Но сейчас уже все видать. Я возвращаюсь оттуда. Ты качаешься на тарзанке. Меня увидал сразу раз, палку из ног вытащил, поставил. Ты знал, что я запретил? Да. А я тебе сейчас спрашивал, что ты нарушил? Нет, не нарушил. А тут сразу да. А там надо, говорит, иметь сивки на глаза, лошадиные. Зачем ты стал качать, а когда я запретил? Там нитки остались только. Веревочка, ну, она хорошая, альпинистская. Ну, так обращались. Зимой она висит, и она испортилась. И рядом держаться проволока, за проволокой держаться. Я теперь сказал, вообще не качайтесь. Тут большие качели, на них качались. Зачем ты снова залез? Когда ты меня увидал, и ты, значит, ты хорошо знал, что этого нельзя делать. Это опасно. Ты раскачнулся, вот так вот, такое положение-то вот так вот. Вот так ноги туда. И она вот-вторяне оборвалась, и ты на спину хрякнулся, и позвоночник сломал. Это на всю жизнь кальека. Я взял вот так, перевернул туда, закрутил, и чтобы ее нельзя взять. Ты видела это? Да. Или не видела? Ты знала, что я запретил? А ты была рядом, сидела, как зритель. Почему ему не сказала? А зачем нарушать? Я же для вас стараюсь. Почему я ничего не сказала? Вот это и есть тоже. Ты виновна, столько же, как он. Он погибнет, 3,18 языке, или, а кровь его, Господь говорит, я с тебя взыщу. Вы все такие. Никому не скажете ни слова. В лагерь, сколько детей перебывала, ну, один хулиганит, другой нет. Но который хулиганит, он свободен. Никто ему ничего не скажет, как заложил там. Они знают, они уже булаговские дети-то. Ему сказали, этого делать нельзя. Нельзя. Пойди к воспитателю и скажи. Он не пойдет. А ты замри, а то я тебе дам. Почему ты ему не сказала? Сказал его несколько. А ведь заприте и вина. Качели, это наш труд. Я не качаюсь. Я для вас сделал. Их показал внизу. Качается, как удобно. И тоже на ногах. Он раскачиваться умеет хорошо. Почему ты ему ничего не сказала? Мама, слушай внимательно. И твои плоды растут, мать. То есть ты готова на это. Ты покрывала его. Ты меня увидела и сразу с тарзанки слез. Ты хорошо знаешь, что это делать нельзя. Накажи себя. Придумай наказание, которое тебя бы как-то маленько расшевелило. Самое первое. Вот эту брошюрочку маленькую, книжечку об исповеди. Просчитать я буду спрашивать тебя. Там про это как раз все говорится. Ты хорошо понял? Это только то, что я видел. Везде лукавил. Здесь лукавил. Лукавил как? Ну, видишь, что я еду. И меня увидел, что я подъезжаю от роду. Раз, вылезай. Ну, я же вижу, что ты вылазишь. Ты видел? И сразу по лесу пошел на ту качели. Зачем ты лез на ту? Тебе доверять-то ничего нельзя. Наглый и бессовестный. В прошлом году, вот у тебя было, ну, было где-то там мало. Нынче ты пришел совершенно другой к нам. С тобой боролись, когда ты матерился здесь. Прямо матерился. Главное, отец, не надо слов сказать ему, плохо не мой. Матерился. У нас отец матерился. Наш отец. У него лень карьера была. А у нас никто, дети, не матерились. У них никто не матерится. А он матерится. Ты наисподи об этом говорил, священнику? Да. Я напоминаю, потому что от тебя вылазит другой. Я бы не напоминал. Мы сейчас садимся за стол. Я вам показываю чашку. Мне нравятся эти чашки. Они не скоро разбиваются. Смотрите, какие. И вот здесь у меня есть такие вмятины. Это я уроню ее, этого не будет. Ее ударили просто как молотком. Я спрашиваю, кто это сделал. И сразу вспоминается Сиарахова, 19 глав, 1 стих. Ни во что ставящий малое, мало по малу, придет упадок. Ну, подумаешь, чашка. Один раз я выносил сразу, кажется, 6-х литровую банку, которую разбили у нас на кухне. Шесть! А потом куда? В столбу там ямку сделали и все. А вот это все делается при большой температуре. И как стекло плавится. Тук, тук, ну все, нет. Мы садимся однажды. Едем отсюда. Вас еще не было. Отец не женатый был. Ему дали трехлитровую банку молока. Садитесь в телегу. Он идет, Маша. Ну, а у телеги там есть железка, идет грох, молоко, все. Я говорю, зачем ты сделал? А я вот так вот шел, ударил. Я говорю, ну ты зачем сейчас домой поехал бы, там до матери дал. А я шел, вот так ударил. Ну ты ударил, пропал. А зачем ты это сделал? А я шел, вот так ударил. Он показывает жестом, я перевожу. И когда дочь поступает не так, и говорит, дочь в мать. Писание Библии говорит. Она у нее учится где-то, а он учится у отца. А чего он отец его научит? А когда он мертвецкий пьян, он с работы привозит. Это уже десятки лет. Ни год, ни два. Самое минимум, как лет 17 уже. Вам нужно здесь успевать брать доброе, а не прикрывать где-то. Я тебя ловлю почти на каждом шагу сейчас. И хорошо ли это? И ты свободно за стол садишься. А ты бы подошел и сказал, я вот тут виноват. Виноват. Ну, виноват, я бы сказал, что я бы не наказал все равно, но меньше. Наказываю тебя. Качелем вообще не подходи, завтра день. Но ходи с ними вместе, играя, сиди на этих. Там, без гахуги сидеть. Ты понял? Повтори, что я сказал. На качелях завтра не качаться, не подходить к ним. Ну, как говорят, адекватное наказание. Там замотать. Никому не разрешать. Ирюшка ли придет, скажи, запрещено, веревки нету. Нету. И поэтому пока прикрыто. Может ее снять вообще? А? Может ее снять надо? Тарзанки снять может вообще? Да нет, пусть будет так. А что? Второе. Мы были сегодня на первом мостике и укладывали камень. И там на камнях лежали перчатки красного светащи. Там осталось? Нет, забрали. А? Забрали. Забрали. Теперь потихоньку, вон, иди сюда. Я сейчас покажу. Сейчас я делаю вот это вот рояль, облитая. Посмотрите сюда. Не пробуйте. А дай. Я дальше говорил. Что рояль для того, чтобы на ее воду лить? Мать, это твое. Дай еще это мыло посуду. На 2 метра воды на полу и весь стол в воде. Это намоют так. Пол моет. И то как-то поаккуратнее, чем ты чашку мыла. Ты играешь этим, а это нельзя делать. Мне очень запомнилось, в 86-м, кажется, году было это. Сейчас я могу ошибиться маленько. В 86-м, кажется, было. Где-то, может, в марте месяца выступал Михаил Сергеевич Горбачев в Красноярске. И говорит, несметное сокровище, развратили нас. Это так смело звучало, никто не говорил. У нас, говорит, самый главный минерал на земле это вода. И как надо осторожно быть. А ты даже 4 там посудина, одну. Мы вот живем 3 мужика, и в течение месяца ни разу одной кружки воды не потратили, например, мы здесь залезали, поставили все наше. Я не говорю, что делай так, ну, не столько же воды долить. И он говорит, мы тратим воды, хороший, питьевой, в 70 раз больше, чем нового. Сколько требуется? В 70 раз! Ну, маленько, то он вздрогнет. Я договорил человек, у которого данные на руках, я даже проверять не стал, я знаю, ну, правителям там, которые рядом, они помогают, советники и прочее. Куда же это годится? Вот представь себе, в Таурии они где-то живут, надо воды, без воды, то сейчас кумурек. Если вы машину оставили, говорит, сломались, то вас, говорит, никто не обворует, но воду всю отца выпьют ребятишки. Ему пить надо, он надрезает маленько жилку в ушей, там где-то у живота, у верблюда и пьет. Вообще воды нету, и люди довольны, никуда не идут, ни зелени, ничего нету, там колючки какие-то только. Как они живут? Она берет кумшин, соседка берет кумшин утром в потемках, и они пошли за водой. Когда приходят туда, они должны почерпнуть первое, за ними идут слоны, они знают в какое время, и домой возвращаются уже в потемках. Сколько она принесет на семью? У нее ни машины, ничего нету, ни шлангов нет, ни насосов, это люди живут сегодня такие, от жажды умирают. Вы маленько это представьте как-то, Господи, какой же ты край нам дал, какая зелень, пышет все вокруг. Вот воробей сидит на этом, посмотрите, перчатки, видно, что они отсюда засунутые, посмотрел воробей, и перчатки беленькие, чьи? Ну ясно, что они чужие, свои. Кто-то там был, что-то делал, воткнул их, и уже сколько времени, а я с той стороны вырвал, потому что плотную косить нельзя, небольшой остается. Я иду, вижу, надо. Кто работал? Ну цветы кто садил? Это не в жизнь, уже не найдешь. Сейчас главное, чтобы уходить за задницу, чтобы не попало, я вас драть буду. Ну нельзя так. Где взяла, бросила, пошла, не отличаешь. Ты купила их перчатки? Нет? Ты обокрала меня? Я не тебе конкретно говорю. Чего молчите-то? Всего трое уже не найдешь. Ну кто заходил там, что-то делал, копал? Ну с Надеждой Васильевной цветы они садили, кто-то из них. У меня вот они в кармане, перчатки. Вот они. Я всегда в кармане держу. Их нигде нет. Вы имейте в виду, кто не во что ставит? Малое. Это малое. Мало-помалу придет в упадок. У него ничего не будет. Он будет злиться. Злой такой будет. Он голодный, как волк. Где кто подаст? У меня дети были такие. Везде все воровали. И сахар проколупают, и компоты. Все тянут. Отец рассказывает, у них где-то там были, на Рязани. За стол только мать принесла, а они сразу, ну, не горячая, туда раз руками, каждый резет и кусок утащить. Прямо в кастрюлю. Отец-то говорит, мы не верим, как-то. Он прислал у нас большая семья, в матери 12 детей, не один. Все, пила, вот, донеси на сюда, прокинь. А теперь достает, она разрежет. Помню, отца перец был, очень такой, горький-горький. Ну, просто невозможно. А мы за одной чашкой, или что, две чашки, или у каждого чашка, мы этого не видали. Я, когда первый раз увидел, что у каждого чашка, столовая, я до того удивился, это как-то, ну, со сколько чашек надо-то. А мы все вокруг одной чашки. Показывает тихий дон-фильм. Все из одной чашки. Никто туда, на чашке-то не сидел, а вот как мы ее и видим, на кусочек. С той стороны, с этой, отец, старшие, дети. Мы прямо губы горят. Отец видит, что мы морщимся. Он тогда берет ложку, ножик, а так, ладно, дети, ешьте с этой стороны, а чашка-то одна. И мы ели мы, правда, как будто в меньшей горести. Ну, одно там. За одно. А еще было, помню, вот так вот подскребает, картошка, жареная там на мясе, или что-то такое. И пригарки эти сладкие такие. Ну, не сладость, а вкусная. Отец говорит, да, Сталин, наверное, каждый день пригарки ест. Сталин там был. Пригарки. И как-то я понимаю, это не то, что как-то смешно. Вам понятно, что я говорю? Вот я самую маленькую бумажку, я ее гляжу, написал с одной стороны, как мелко. Вот стихов сколько у меня, и к чернилам ни одного нету. Карандаша намного дешевле. Это привычка. А я написал, не сколько-то, 7 пащек по 500 листов, отверху донезу. Карандашом стихи написанные. 3467. 7 пащек списать, это за 9 лет. И везде все экономия. Рукавички вот эти у меня, я их зашиваю, зашиваю, я дорогой еду, когда я люблю очень шить, и у меня палочка такая вот на руку туда. Потом дальше, тряпочки где-то, и вот, и дорога еду, у кого что, куку катавалась, когда ездили, я везде пришивала. Мне, может быть, надо было партнером быть, я очень люблю шить. Вот. Вот она, как бы, посмотришь на нее, у меня брики, на брики, один раз рассчитали, кажется, 24 заплаты только, даже в 3 этажа. Я все равно, они у меня брики, как ватные уже. Но мне, я деньги нигде не трачу, нигде. Я просто, хвалюсь, моим господом, который дал мне вот это желание, умение экономить. Надежда Васильевна всю жизнь меня называет великий экономист, а подражать нет. Она звонит на каждом шагу. Я один раз, так как вчера, разговаривал, за раз 50 рублей улетело, один раз за всю жизнь. Речь шла о человеке, который может знать, поможет регистрировать в лагерь. Это очень трудно. Да, образовательный образован. Я могу сегодня образовать здесь. Отдельный музей не лагерь. Музей. Музей ложек. Музей масла. Там торщин, ты обязательно опрокинешь масло. Вытащи оттуда ложку. И она стоит у нее, все опрокидывается, никогда больше слоя не наливают. Это лампадка. Вытащи. Хорошую кружку налей. Кружка плотно стоит. Вылипит туда сразу. Вот я говорю, имейте в виду, ты понял, с тобой, с тебя начальник. Даже вижу, эти двое услуги. Я не раз уже смотрю, хвостин нет. А где хвостин, никто не знает. Ну, потом вроде узнали. Где-то что-то пошло. Кому-то. И как-то на пол капает. Уже капает, уже. Уже масло капает. Кусочком заряжи. Сзади затерей. Берегите, это рай, как это, пианина. Я бы не говорил о том, мне зачем. Ну, а как? Вот мед дали. Надо разрезать по кусочкам. У нас шесть человек. Надежда Васильевна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сегодня, завтра, послезавтра, самый длинный день в году. Все, дальше пойдет на область 25-го. Самый длинный. Вот завтра, 22-ое июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, и нам объявили, что началась война. То есть, Гитлер опередил Сталина, кажется, надвели на три недели. Сталин, говорит, готовился напасть. А Гитлера выхода не было. Это сегодня уже в газетах пишут. Я не утверждаю это. Верю в это. Верю. Такой есть резун. Виктор, историк, он работал где-то в посольстве, кажется, в атташе. Что-то за ним, говорят, он, вроде, изменил жене, или где-то, он бежал на запад. И там, под именем Суворов, стал выпускать книги исторические. Вот дважды КГБ приговорило к смерти. Два раза. Ошибка какая-то была, по фамилии не узнали. А теперь он живой еще. Это просто для информации. Все. Вы сами ищите работу. Всегда. Сегодня видели, как удачно. Особенно момент, когда я грузил, сверху кидал землю, в ведра выдвое туда раз, мать, вернет, высыпают. Ну, это вообще. Никто не снимал, только не видел, как это было. У нас нет никого. Как у нас это работало. Опять подставляют один ведро, я же второй, чтобы меня поднимут. Стоя на высоте, на этой стою, там легко копаются, весело. На комарнике сняли, погода содействует. Дело идет быстро. Ну, просто аллилуйя. Все. Так. Давайте кошкам чашечку не кормить вас.